Мы начинаем этот эфир с этой радостной минуты. Будем пунктуальны как немцы, потому что сегодня у нас в гостях дорогие друзья из Германии, Юханнес и Ирина Юстус. Юханнес, как я писал в рекламе, является президентом союза 50-х церквей Германии. Ирина, она его жена. Это очень важно. Да, тоже. Юханнес, кроме того, что он является президентом союза 50-х в Германии, является, они вместе с Ириной, это у них такая должность. Юханнес – муж одной жены, Ирина – жена одного мужа. И на совместной основе у них 7 детей и 20 внуков. Правильно я сказал все. Потому что за вами очень важно успевать. Я прочитывал рекламу в других местах, где о вас писали, где вы где-то служили. И я видел, как постепенно количество внуков увеличивается все время. Отслеживал. То есть, вот когда, Юханнес, ты проводила во Франции семинар для женщин, там было еще 19 внуков. Это вот я прочитал на сайте церкви Франк 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 из Парижа. Ну что ж, Юханнес, добро пожаловать. Я вижу, как народ подсоединяется. Сейчас вот на нашей церкви люди, я вижу, из других мест. Если вы откуда-то с другой страны, из другой церкви, пожалуйста, напишите. Мы очень рады вас видеть. Всем добро пожаловать. Пусть Бог благословит вас всех. Юханнес, ты хочешь поприветствовать здесь с Ириной? Тоже людей. Добрый вечер. Кто смотрит, кто слушает? Очень приятно. Ну, к сожалению, мы вас лично и видим. Но надеемся, что будем общаться через эфир. А мы знаем, что Господь действует и так. Мы рады за внимание ваше. Рады, что можем общаться. Ну, посмотрим, как будет дальше двигаться. Да, у нас Бог показал за последний год, что через эфир это очень хорошо все работает. Уже, скажем так, в марте будет год, как мы в эфире. Вот лично я практически. Окей, хорошо, друзья, начнем. Сегодня тема нашей встречи. Я пригласил Юханнеса и Ирину, чтобы они поделились своим опытом. Мы знакомы с Юханнесом и Ириной больше 10 лет. Я не помню, сколько точно. Но это в районе 14 лет, наверное, уже. Меньше, больше, Юханнес? Больше. Больше. 15-16. Больше? Нет, с 2005-го. Значит, все-таки уже лет 15-16. Познакомились мы необычно, так и неожиданно. Но у Господа чудесные планы были на наше дальнейшее общение и дружбу. Что меня особо коснулось Юханнеса, то, что я вот запомнил, учитывая, что мы говорим сегодня о семье, то, что меня коснулось в начале нашего общения, знакомства много лет назад, ты сказал мне такую фразу. Если у тебя в семье не будет порядка, то ты со мной не будешь общаться. Да, это очень была важная фраза, на самом деле, для меня. И, во-первых, если мне человек это говорит, значит, есть что исправлять. Исправлять. Вот. А я стараюсь себя относить к людям мудрым. Как притчи говорят, что мудрый, он станет еще мудрее. Вот. И я решил использовать эту возможность, да, чтобы моя семья была счастливой семьей, чтобы моя жена была счастливой женщиной. Она нас тоже сейчас смотрит, я уверен. Вот я вижу, к нам присоединяются люди, продолжаются с Украины. Рома, шалом тебе большой. И вот с Израиля очень много людей, из разных мест других. И что я хочу сказать. Я благодаря тебе, Ирине, то есть, на самом деле, жизнь в моей семье очень сильно изменилась. Я верю, что моя жена стала очень счастливой женщиной. Если это не так, она может написать в чате. Если так, тоже можно подтвердить. Вот. И я увидел, на самом деле, с другой стороны, что такое семья. И будучи знаком с вами столько много лет, общаясь с вами, бывая у вас в гостях, надо заметить, что у Ирине очень гостеприимные люди. Очень гостеприимные люди. Есть только одна проблема. Они очень хорошо... Ирина очень хорошо кормит. Вот. И обычно я сейчас в Германию уезжаю, пиджаки мои не застегиваются. Вот. Потом я год работаю над собой, а потом опять еду в Германию. Вот так вот. Год от года. Итак, друзья, несколько вопросов. Я хочу сказать для наших зрителей, что вы можете писать свои вопросы в чате. И, да, возможно, что Ирина с Люфанасовым у них тоже ответят. Первый вопрос, который я хотел бы задать для вас. Сколько лет вы в браке? Пожалуйста. 42. 42 года. 42 года. И вы любите друг друга. Продолжение. Очень. Очень. Еще ничего не изменилось. Какой вопрос. Какой вопрос. Чем дольше мы живем, тем больше восхищаемся друг другом. Хорошо. Тогда задам следующий вопрос. Как вы познакомились? Сколько вам лет было? Нам было по 15. И как это произошло, ваше знакомство? Ну, мы были в одной церкви, и в 15 он меня пригласил погулять, но я думала, он, наверное, хочет там о молодежи поговорить, а он мне предложил дружбу. И она была умная, сразу сказала да. Да, я вот еще, до сих пор еще, Господь мне помог, что я да сказала. Потому что я была очень взволнована. Вот. Но потом мы до армии дружили 3 года. Я его 2 года с армией ждала. Каждый день писала письма. И вот он вернулся, и через 6 месяцев мы потом поженились. Йоханнес, я так понимаю, что ты был верующий, когда мы познакомились? Я с баптистской церкви. У меня отец с баптистским пастором был. И я вырос в баптистской церкви. Ирина тоже с церкви нашей. И, ну, увидал красивую девушку и решил вовремя этим заниматься. Не ждать, пока мне будет 20 лет. Думаю, сразу надо принять это решение. Скажи мне, чувствовал ли ты, что, будучи сыном пастора церкви, что у тебя, как бы, есть больше шансов Ирину пригласить? Да я не об этом думал. Я только в этот момент о себе думал. Как бы девку пригласить. Я на отца не смотрел, я смотрел на себя в этот момент. Честно сказать. Что я буду говорить там? То есть, понятно. То есть, самооценка, все нормально. Слава Богу. В то время это было, а потом было меньше, попозже. 15 лет было самооценки достаточно, а потом были различные ситуации в жизни. Скажи, ты служил в армии. Во-первых, то есть, будучи верующим, ты пошел в армию, да? И как было тебе в армии, вообще, будучи верующим? Ну, не так просто было. Когда мне обещали на Северный полюс отправить, медведям спины чесать. Всякое обещали. Да, Господь решает. Я служил в авиации, в Латвии проходил учебку в батлие, пае. Потом служил в Волгограде, в Катчинском высшем военно-милетном училище. Было, уважали. Конечно, поначалу люди хотели смеяться, а у меня Слово Божие было рядом. Меня уважали, слушали так, чтобы было хорошее отношение. Сначала Господь дал и сам, как сказать, правильно себя вел. Поэтому люди уважали. Не всегда было легко, как обычно. Но где легко по жизни? Где легко? Ну да, да. Вы родом... Вот сейчас я как-то представляю, что вы все-таки служите в Германии. Но вы родом с Казахстана. Да, я с Казахстана, а она с Россией родом. А, Ирина с Россией. Но вы были в одной церкви где? В Жамбуле. В Казахстане. В Жамбуле, в Казахстане. Ага, то есть, ну, познакомились в Казахстане. Да, познакомились. А родом я с Саратов. Ух ты, у меня Аня училась в Саратове в музыкальном училище. Ну вот, видишь, земляки мы с ней. Да, 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 это точно. Хорошо. Окей, итак, вы познакомились, как быстро вы поженились? Через шесть месяцев после армии, как он вернулся, нам было и по 21 году. И мы поженились. Что вы могли порекомендовать сегодняшней молодежи? Потому что сегодня, знаете, это как-то вот, как сказать, выглядит очень не всегда церквя благопристойно, скажем так. Ну, за ручку ходят, держатся, а потом, смотри, что-то с животом пришел. Вот, насколько все-таки вот важно отношение, хранить себя до брака? И как это вот на самом деле делать? Как это делать, я скажу. Как это делать, надо вовремя жениться и не заниматься ерундой. Надо просто эти вещи не ждать. В молодом возрасте нормально, что гормоны людей хорошо действуют. А зачем себя обманывать? Любите друг друга и женитесь, а не ждите долго. Поэтому такие вещи, как жениться и детей приобретать, так надо вовремя делать. Мы же не вечно живем на земле, поэтому, чтобы прожить так долго вместе, надо вовремя жениться было. Я об этом не сожалею, мы не сожалеем об этом. Ну, конечно, жизнь не всегда везде легка. Вопрос такой, для нас всегда был и есть. Она моя самая лучшая подруга, она мой друг. А с другом можно все пройти. Поэтому дружбу вовремя заключать вместе, и поэтому недолго ждать. И зачем себе утруждать? Ждать, грузить, потом каяться, отрекаться, опять каяться. Зачем потом каяться? Вовремя жениться надо. Самое главное, правильного человека найти. А чтобы правильно найти, надо быть самым правильным. Ну да, да, я согласен с тобой. Да, у нас продолжают подсоединяться зрители. И вот я вижу, Ирина, вот вы знакомы, Ника Шапошникова из Парижа. А, из Парижа, привет, Ника. Вот, Ника машет рукой в чате, я передаю взмах от нее. Вот, так что, да, добро пожаловать. Хорошо, да, значит, я все-таки поступил правильно, когда мы с Аней после самого знакомства через полгода поженились. То есть, молодец, вот себе только что так значок прицепил. Вы заговорили о детях, да, вот, хороший вопрос у меня. У вас семеро детей, и один, у вас шесть своих детей, ну, как бы, ваших, которые родились от вас, скажем так, и один у вас приемный сын. Вопрос такой, как получилось, что вы решили усыновить еще ребенка? Потому что это уже было, я не знаю, как он был по счету, когда вы усыновили его. Седьмой. Седьмой. Он седьмой был, то есть уже после Юханнеса младшего он был. А, то есть он младше Юханнеса? Нет, он его старше. Он же старше, значит, Юханнеса младше. Да, решили мы усыновить. А сколько ему лет было, когда вы усыновили? Ему было, собственно, когда он к нам пришел, ему было 14. 15 лет, да, было? Да. А почему вы решили, что вы хотите усыновить еще ребенка? Ну, это очень длинная история. У вас есть ребенок? Но я ее укорочу, конечно. У меня была седьмая беременность. Вот, и она была внематочная. И можно так сказать, что потеряли этого ребенка, и это был мальчик. Вот, и потом вот этот мальчик, Маркус, его зовут, он жил один со своим братом. Их, как говорится, отец выбросил, вывез в лес. Есть, как говорит только в сказке, в немецкой, Гензелен Грейтли называется, что отец опять женился, когда мать умерла. И он вывез детей в лес и сказал, убирайтесь, я вас больше видеть не хочу. Это было в Германии? Это было в Германии, да. Это местный мальчик, да. Ему сегодня уже 40, конечно. Вот. И мы, когда все это узнали, они где-то, наверное, ну скажем, в воздушной линии они 300 метров от нас жили. И вот, и им в этом возрасте он был не один, но со своим братом, они двойняшки. И вот он обоих выбросил отец. С женой разошлись, мать была в ужасной депрессии. После она вышла замуж, потом отчим не захотел детей. Вот так они жили одни. Я на них сначала готовила, и чинила, и стирала, и в общем все. А потом им нужно, конечно, в таком возрасте мужской пример. И они очень много вопросов Иоаннесу задавали. И потом в один прекрасный день он говорит, ну, я тебя уже столько отцом зову, столько лет. Ну, усыновите меня. Ну, и мы взяли его, усыновили. Слава Богу, пожалуйста. Ирина, это было, для нее лично очень помогло ей эту боль переработать. Она как узнала, говорит, у меня вот такой же сына, такого же потеряла. Получу, я говорю, Василий, тебе, я, конечно, с удовольствием возьмем. У них тройняшка, поэтому у нас 20 внуков, у них тройняшка. Они говорят, что у кого дети, бежали? Уже 10. По 10 лет внукам. Они называют дедушка, бабушка, они как приходят, они тут живут, ночуют. Они наши, не наши. Когда вот советы спрашивают сегодня, они наши дети. Поэтому для нас нету разницы. Как я для себя говорю так, как мы, языческий народ, мы усыновлены, становимся с евреями вместе. Мы, нас Господь усыновил, мы сыновья. Поэтому я понимаю еще гораздо больше Слова Божия, когда Он нас взял и привил в свою семью. Поэтому мы счастливы, что Маркус у нас. Слава Богу за вас. На самом деле это да, это большой. И как раз мой вопрос был о ваших отношениях сегодня, и я получил ответ. Да. Я тебе могу ответ дать. У нас Ирина все день рождения знает. Она покупает подарки, посылает вовремя все. Она очаг семейный. Я благодарен, что она такая. Она держит нашу семью. Они любят бабушку. Он и дедушку тоже, конечно. Ну, это вот. У нас мы разделили. У нее такое. Она запоминает, а я забываю. Она мне напоминает. Сегодня даже не там, когда же не там. Нормально. Мы же друзья. Классно. Юханн, вопрос такой, да. Вот как раз все-таки семеро детей у вас. То есть не всегда они были взрослые и не всегда они жили отдельно. То есть был период. У меня было дети. Я знаю, что такое. Я знаю, что это в половину меньше, да, как бы этот опыт. А тут семеро. И работа, семья. У тебя всегда было служение. Как получалось все это, как сказать, корректировать, приоритеты, как ты выставлял, выстраивал, как ты планировал все это? Ну, детям важно не количество времени, а качество провождения времени с ними. Так что мы, допустим, договаривались вечером, если я дома, я час с ними занимался, 40 минут играл с ними. Так что это было для них вполне. Они радовались, они гоняли меня по дому в то время, ездили на мне. И когда был дома, читал, молился с ними вместе. Ирину докачали, Ирина говорит, вы тут слишком грома, уходите. Поэтому было все, надо было просто по плану делать надо. Поэтому это помогает, когда с детьми говоришь, у меня время сейчас для тебя конкретно. И тогда они заходят, общаемся с ними. Но не всегда это так просто, конечно. Ну, как сказать. Получилось. Много работы. Получилось. Конечно, когда они были в особенном возрасте, когда родители становятся странными. Знаете, такой возраст, когда дети в 13 лет, родители становятся странными. Поэтому в то время было нелегко с ними. Ну, как быть легко с детьми, которые лидерами? Как они могут быть легко? Они же лидеры. Ну, да. Поэтому, а где же они тренируются всего ночью? Дома родители должны тренировать их. Я так говорю, хочешь успешных лидеров, терпи. Воспитывай потихоньку, работай с ними. Самое главное в этом возрасте надо было с ними дружбу иметь. Дружбу. Как получалось дружить и видеть время для всех семерых? Вопрос нам задаешь. Мегче было бы сказать вопрос детям. Они так сейчас говорят, допустим, они когда взрослые, они говорят, мы знаем, что папа, у тебя две работы. И мама тебя сопровождает всегда. Она путешествует со мной. Она с удовольствием, она путешествует с удовольствием. Я нет. Я домосед. Я лучше дома сидел бы. Она любит путешествовать. Поэтому она мне служит ее даром. А у меня такой домоседский дар. Я вообще бы отшельником был без нее. Она помогает мне. Они говорят, мы знаем, что папа, если что надо, мы тебе ночью, ты ночью подойдешь телефон и приедешь ночью. Для нас это чувство, что ты всегда доступен для нас, самое главное. Чтобы ты всегда был доступен. Ты для нас всегда доступен. Чтобы надо, мама, папа будет там. Мы все положим, все бросим, все даты откажем, поедем к детям, если все случится или надо, необходимо. А Ирина организует с детьми семейную встречу. Три-четыре дня мы всей семьей собираемся. 36 человек живем, мы там снимаем квартиры. Один раз в год, три-четыре дня. 36 человек, вся ваша большая семья. Да. То есть, у вас в квартире тяжело собрать задним столом? Возможно. Невозможно. Это чудесно. Это классно. Такая большая семья. А, Юханнес, приоритеты. Как все-таки правильно выставить приоритеты? Вот я тоже служитель, да, и вот нас слушают тоже. Я вижу немало пасторов, служителей. Как все-таки выставить приоритеты служения, семья, работа? Я работаю, допустим, как ты знаешь, да, и другие тоже люди работают. Как все-таки это выставить? Ну, это вопрос очень требует большую дисциплину и порядочность для себя лично. Что важнее в жизни? Конечно, мне все важно в жизни. Но, допустим, я с Ириной встречу, у меня по плану встреча с Ириной, у меня в календаре стоит, 2-3 часа с супругой. Когда я еще президентом не был, я был епископом здесь региональным, наш президент звонит мне и говорит, у меня, который был, Юханнес, я хотел, я проезжал в Ганнове, он говорит, давай встретимся. Я говорю, не могу встретиться. Он говорит, почему? Он говорит, у меня встреча. Как встреча? С кем? Я говорю, с супругой. А он говорит, ну и что? Я говорю, я не могу, эта встреча не отменяется у меня. Если я спрошу ее разрешения, если она согласится, что я сдвину ее встречу на завтра с ней, потому что я же не могу так просто, моя жена же это не стул, что подвинул в сторону. А если она согласится, он смеялся давно, говорит, только он в жизни не слыхал. Я говорю, я же с ней жить хочу долго, говорю, поэтому я говорю, Юрина, как ты думаешь, я с Романом могу встретиться? Она говорит, ну конечно, а завтра сдвинем эту встречу, на завтра у нас есть там возможность. Поэтому у нас и до сегодняшнего дня, у нас, где бы мы ни были, у нас каждую неделю проходим, говорю, вот наше время с тобой здесь, время с тобой, общаемся здесь. Тогда успеваем, меньше телевизор смотреть, больше для друг друга. Я такой человек, я думал, я все могу, как мужчина, все сразу могу. Я могу жену слушать, газету читать или книгу, и мой мобильник читать. Я так думал. Она садит мне на колени, говорит, положи в сторону и смотрит мне в глаза. Я говорю, я все могу повторить, что ты сказала. Она говорит, мне не нужны твои повторения, мне нужно твое внимание. Поэтому она помогает мне успокаивать. То есть она не хотела, чтобы ты просто получил информацию и пересказал ее, да? Да. То есть тут вопросы отношений все-таки. На глаза смотрел, когда общаемся. Очень, очень, очень сильно. Да, вы ответили как раз вот на мой вопрос и следующий. Я хочу также сказать, друзья, те, кто нас смотрит, что вы можете писать свои вопросы, если у вас есть, и в чате, и мы сразу постараемся на них дать ответ. Ну, как бы я их передам Юханнесу с Ириной, а они постараются на них дать ответы. Следующий мой вопрос. У нас не будет рекламы, да, рекламные паузы. Но все равно, Ирина, Юханнес тоже пишет книги, да? Но ты написала такой труд, вот у меня в руках вот эта книга. Она, к сожалению, недоступна для широкого читателя, потому что она находится, она написана на немецком языке и нет перевода, да? Вот. И эта книга, она достаточно толстая. Здесь более 400 страниц. Моя любимая страница, конечно, из этой книги 434-я. Да. Но эта книга описывает историю, в принципе, жизни Юханнеса, его семьи, служения его отца, деда, да? И сколько там, 4 года назад, да, по-моему, же? Девять. Скажи. Девять поколений я описываю. Девять поколений ты описала. Немного здесь написано о тебе, но большинство это написано о Юханнесе и о семье все-таки. И значит, это очень интересный момент. Я говорил вам перед эфиром, что я сегодня утром проснулся. И первая моя мысль была, что побудило тебя, и вообще, это очень интересный пример, чтобы взять и посвятить 10 лет своей жизни написанию книги о родственниках мужа. Понимаешь? То есть это необычно. Что тебя побудило? Почему? Ну, во-первых, скажу, что фортуна улыбнулась мне, мне попался идеальный муж. Вот. И как же не посвятить ему вот такую любезную книжку. Работала 10 лет над ней. И пока с архивов получила информацию, эти церковные архивы, там две были мировые войны, архивы все штатские были сожжены, и мы получили информацию только с церковных церквей, с России и с Германии. Ну, и я могла потихоньку работать. Ну, это пункт один, и, конечно, дети все Юстус. Их интересует поколение Юстус, их не интересует мое поколение. Я даже и не знаю, откуда они мои, где и когда, что было. Ничего не знаю от моих вообще. А расширировала, конечно, все супруги. И до 16-го поколения Юганнес Юстус там был, жил. И с того я начала, с Юганнеса Юстуса. И он жил в Дармштадте. И сегодня центральный офис у моего мужа в Дармштадте. Ух ты, я не знал. Ну, я знал, где офис, но я не знал, что это так вот совпало. Я ему звоню и пишу, или говорю, что прислали нам информацию. Яханнес Юстус, родом 16-го, 1630-го года, родом с Дармштадта, был пастором. Или как, ну, знаешь, по-немецки пастор или пастух, это одно. Ну, можно, конечно, это разделить. А на русском это, можно сказать, что пастух. И они пишут, что он был пастухом и очень редко был дома. Но дети наши, конечно, поспиялись и говорят, о, наш папа уже жил. Ну, смотрите, поколение Юханнесов не закончилось, да? То есть Юханнес-младший есть, юниор. У нас уже в четвертом поколении. У нас уже теперь в четвертом поколении, Юханнес. Вопрос тоже, да. Самое главное в этой книге, там описывается невидимая рука Божья через поколение. Юханнес-юстус 250 лет назад переселился из Дармштадта в Германию. И Юханнес-юстус 250 лет спустя был в Дармштадте и там же, в том городе, он только стал президентом Германии. Посмотрите, какая Господь, он случайностью у Бога не бывает. Для меня это вообще, какая рука Божья. Это для нас неописуемое. Очень, очень сильно. Тоже по книге, и сейчас задам, есть вопрос у нас уже от зрителя. Ну, по книге еще вот по этой закончу. Я пролистывал книгу, я как бы одну и вторую просматривал их и обратил внимание на такую вещь, что книги написаны на хорошем литературном немецком языке. С использованием всех, как бы, правил и так далее, да. То есть, претеррии том, да, и так далее. Все это все видно в книге. Вопрос. Почему именно на немецком... Как немецкий стал роднее, чем русский? Вот сейчас мы общаемся по-русски достаточно неплохо. Это был вопрос. И еще следующий вопрос сразу. Как получилось так, что вы договорились? Потому что я знаю, что вы с семьей общаетесь на немецком. Как вы все-таки договорились, что вы будете общаться на немецком дома? Ну, у нас немецкие корни с обоих сторон, его и мои. Вот. И родители с нами разговаривали до гробовой доски только на немецком дома. Ну и в церкви у нас было. Значит, одна проповедь на русском, другая на немецком. В Казахстане? Да. Одну песню спели на русском, значит, другая была на немецком. Вот. У нас немецкие корни. Когда мы приехали в Германию в ноябре 88-го года, Иоганнес говорит, что с сегодняшнего дня будем только разговаривать на немецком. Потому что мы приехали сюда, и мы здесь хотим определиться, и чтобы было всем хорошо. Ну, вот так и начали, осталось по сей день. Вот, к сожалению, мы это наследство русского языка детям не оставили. Они нам, конечно, мазали, как масло на хлеб. Неоднократно. Ну, было поздно. Ну, Иоганнес, младший, он все-таки русский подучил. Приехал в Израиль, когда приехал еврит учить, и подучил русский. Да, я удивилась. Приехал домой, вроде хотел выучить еврит, но заговорил на русском. Это была очень интересная картина, когда Иоганнес, ваш сын, с моими дочерьми сидели на кухне у нас дома, и мои дочки говорят, у них родной еврит, у вашего сына родной немецкий, и они нашли общий язык и русский. Интересно, не английский, да? Английский он хорошо владеет. Моей дочке тогда плохо владеет. А, но он английский владеет еще. Да, и с сыном он разговаривал по-английски с моим, а с дочками по-русски. Вот это было очень интересно. Я говорю, немцы и евреи нашли общий язык, русский. Да. Как, в принципе, и сейчас у нас происходит наше общение. Вот. И сейчас я хочу задать вопрос нашей дорогой зрительнице Ники из Парижа. Значит, она пишет такой вопрос. Частый вопрос от сестер. Ника все-таки является женой пастора, да? И это очень важный вопрос. А часто вопрос от сестер. Как вдохновлять мужа, особенно, когда у него непростой период или застой? Я думаю, что это тебе вопрос. Ну, мужам нужно всегда восхищаться. Если некоторые женщины, мне тоже уже говорили, ну, а если он не заслужил? Ну, тогда, когда он уже заслужил, тогда уже и остальные все им восхищаются. Если его, собственно, женщина или жена не восхищается, то он еще больше увянет. Вот. И обычно мужчина, женщине, если он своей жене скажет, я тебя люблю, это очень приятно. Он мне по три раза на дню говорит, как медикамент, знаете, утром, в обед и вечером. Это очень приятно для ушей женских. А мужчине это не нужно. Ему нужно, чтобы жена его сказала, я тобой восхищаюсь, я тобой горжусь. Ну, если такие ситуации бывают, конечно, что, скажем, меланхоличные, нужно просто открыто поговорить, в чем дело, почему у него такая, скажем, такая фаза. Вот. Нужно просто открыто говорить на эту тему. Мы, скажем, пообещали друг другу, что у нас секретов не будет, что касается нашей супружеской жизни. То, что касается его пастырства, то он там... Тайна исповеди, да, наверное. Вот, вот, вот. Это слово у меня исчезло. Он там... У него там тайна исповедь, меня даже это не интересует. А то, что касается нашей супружеской жизни, мы говорим на все темы. И открыто, и как мы пообещали, что у нас секретов не будет. И мы же видим, если я вижу его, что он печален, и он видит, что я печальная, он сразу задает вопрос, в чем дело? И я тоже ему задаю вопрос, в чем дело? Расскажи. И вот стараемся, может быть, как-то и... Может быть, изменить ситуацию. Ну вот, надеюсь, моя жена услышала сейчас это тоже. Вот. Но мужская аудитория ставит лайки и пишет, что вы мудрая женщина. Можно добавить. Спасибо. Ты можешь добавить, конечно. Это интересно позволить сейчас добавить. Можете дополнить? Конечно. Ника, мы же знакомы с тобой. Твоему супругу нужен правильный духовный отец. И чтобы он его наставлял. Он, чтобы дома не прятался. Как вот и лезерон. Если у него... Я его... За ним тоже ухаживаю. Ругаю иногда, спрашиваю. Я журю. Журю его. Говорю, покажи-ка супругу свою, когда по видео, как у нее настроение, Анночка, как у тебя жизнь. Мужчинам необходимо духовные отцы, я скажу, братья, которые в вас верят. Что делается, чем отличается духовный отец? Он верит в сыновей. Он не издевается над ними, он верит, поднимает на новый уровень. А жизнь не так легко, поэтому я, как отец многих детей и многих духовных сыновей, скажу, это очень важно иметь в жизни. Так что Ника своему супругу передай привет от меня. Пускай он собирается в пути и звонит и пишет. Он же меня хорошо знает. Ну, теперь я добавлю, что я на самом деле согласен с вами Юханнеса, что очень важно иметь духовного отца. Я рад, что я нашел в твоем лице своего духовного отца. Я помню даже в последний раз, в каком году я был, в девятнадцатом году, когда все меня спрашивают, что у тебя за отношение с Юханнесом, мы не можем понять. Я так долго всем объясняю. Я говорю, можно уже просто выговорить, что это твой сын, как бы, и чтобы не мучился. Потому что, но потом я решил, что будет следующий вопрос, а почему ты так хорошо говоришь по-русски и плохо по-немецки? Вот, я решил так не делать. Продолжаю объяснять. Ника пишет, что вопрос мне лично к ней, это часто вопрос церкви, так важно услышать мудрые советы других пар. Спасибо за заботу, я всегда поддерживаю, чтобы это свершилось. Остается только присоединиться, я думаю, что остальные сестры присоединятся, а мужьям рекомендую перепостить этот особенно эфир, для того, чтобы их жены увидели и жены других мужей увидели. на самом деле очень часто нуждаешься просто в простой человеческой незаслуженной поддержке. Но у меня дома, слава Богу, это тоже есть, поэтому я рад. Остается только мне исправиться и говорить чаще, что я люблю свою жену. Ну, вчера пришлось сказать 14 раз подряд за все разы, что я не сказал. Это не пойдет, это отправишься за один день, надо постоянно, каждый день, три раза. Я исправлюсь. Я исправлюсь. 14 таблеток за один раз. Тоже, но она была не против. Вердельно. Да. Хорошо, друзья, опять же, продолжаем тему о семье. Юхан и Сирина делятся своим своими жизненными, так сказать, опытом, дают определенные какие-то советы, которые, на самом деле, нам нужны, 42 года семенной жизни, это не просто так. Сегодня, Юхан и Сирина, ты занимаешь очень высокий пост в христианской среде, очень высокий пост, да, и я очень благодарен тебе, что ты выделил время для нас сегодня и что ты это сделал на русском для нас. Вопрос такой, как сегодня, а, и вот с учетом было вопрос, это что сегодня ваши дети уже не живут с вами. Аллилуйя, Аллилуйя, я это понимаю, тоже, да, та же ситуация. И поэтому это вопрос также и от меня, потому что мы тоже живем сегодня, живем вдвоем только, Аллилуйя, вот, как сегодня, вот, и ты, услужение, высокий пост, дети, что-то делать, как вы сегодня планируете время вдвоем быть? Потому что, с одной стороны, кажется, вроде бы все время вдвоем, а с другой стороны, чтобы, значит, не замазалось и как-то вот сохранилась вот искра и радость встречи друг с другом. Тоже так же здесь, не время в количестве времени, а в качестве. Для меня было большим вызовом, чтобы я дома находился не только телом, а душой и духом. Можно находиться, было у меня время, я был дома, присутствовал дома, телом, а отсутствовал, находился душой и гиета. Поэтому я для себя метод выработал. В постель иди без всяких забот и людей, а с женой иди спать. Поэтому я делал у себя церемонию, как Христос говорит, отряси прах с ног своих, иди скупайся, отряси прах, и иди в постель не с заботами своими. Чтобы хорошо, качественно была жизнь, мы с ней договорились. Я вечером прихожу домой, когда я ей не рассказываю ни о чем, что было днем. Потому что она получается как помойное ведро. Я рассказал все, она потом уж спать не может ночью. А для меня, я переспал утром, и мир по-другому выглядит. Мы так и говорили, с вечером, ты разговариваешь, а я пересплю, и утром говорю, что осталось. Тогда что, ты спокойно спал, и я спокойно спал. Пришлось учиться, потому что, чтобы ее не грузить, мою супругу, своими заботами. Потому что у меня же субъективное понимание, восприятие субъективное. Я передаю только, что мне важно было, не что правда было, а что для меня важно было. Она же меня любит, и спать не может потом. И решает проблемы, которые уже не решишь. Поэтому время проводить надо по плану. Мы по плану проводим время вместе. Договариваемся. Допустим, сейчас в Корона, когда у меня свой офис здесь. Она говорит, когда встретимся? Вечером. В 7 часов вечера в наше жилое комнате встретимся. На обед приду, тогда-тогда. По обеду по полчаса, и нету. Опять я закрыл, и работаю. А вечером, говорит, встретимся в 7 часов, и будем общаться. А телевизор не включу. А телевизор хотим, специально говорим об этом. Когда смотрим, что? По договорам. Так просто. В жизни не бывает так все просто. Надо все по-нашему. Мы так живем. Каждый по-другому. Мне некоторые говорят, как можно спонтанность. А мы говорим так, ничто не должно быть. Хорошо так подготовлено, что как спонтанность. Надо быть хорошо подготовленным, будешь спонтанным. Это наше. Это, это по-русски больше звучит любая импровизация, хорошо подготовленное действие. Примерно так. То есть надо... Вопрос там стоит. Какой кризис у нас самый большой? Евгений задает вопрос, я вижу. Можно ему ответить? А, да, конечно. Да, это нужно, да. Евгений, для меня самым... Евгений, Евгений, ты уважаешь меня. Знаете, когда я за супругой заботился о себе, она так сделала. Когда внимания на нее я вращал много, она писала мне письмо и ложила под мою подушку. Для меня это самое страшное. Я ложусь в кровать, шуршит бумага. О, говорю, письмо лежит там. Я достаю его, дочитаю его, и потом говорю, каюсь, отрекаюсь, исправлюсь. Для меня это самый высший укор был, с нее письмо под подушкой. Два раза в год. Два раз было. Конечно, у нас были кризисы в жизни, абсолютно. Но мы так договорились друг с другом. Не повышать голос, не пересекать границы. Если пересекаем границы, я удаляюсь, или она удаляется. Говорит, нет, так не пойдет. Но мы не уходим из дома, мы дом не оставляем, не убегаем из дома, в другую комнату идем, чтобы была возможность примириться, когда нельзя из дома уходить, так просто. Поэтому не так просто. Надо говорить об этом. Пожалуйста, мужчины, не убегайте, женщины, из дома, если у вас неприятности. Иди в другую комнату, можешь дверь закрыть, чтобы была бы возможность человеку к тебе обратиться и покаяться. Поэтому это очень важно. И самое главное, надо быть честным, говорить, не ты такой, я такой, а как у меня на душе, что со мной произошло. И не так это, это помогает нам. Спасибо большое. Спасибо. Евгений, хороший вопрос тоже, да, очень важный. По поводу книги, опять же, Ирина, сегодня мы, вот эта вот книга чудесная, она у меня на немецком языке, только на русском, называется «Освобождающее прикосновение». А почему ты решила написать эту книгу? Ну, мы с Иоаннесом по всему миру ездим по служению. Я другой раз в церкви смотрю на женщин и вижу, что они себя не принимают. На русском. У тебя на русском, а у меня на немецком. да, да. И я начала молиться, и думаю, Господи, ну как же мне помочь женщинам? И Господь мне дал ночью во сне, в общем, как начать книжку и в каком направлении. И я на другой, ночью, конечно, не смогла ничего записать. Мы были в отпуске, кстати, с Иоаннесом. На другое утро мы пошли гулять к морю, и я ему говорю, что вот так и так у меня был сегодня такой сон, и мне говорит во сне голос напиши вот вот такую книжку и вот столько там глав и и вот эти темы, особенно о бабочке, о этой куколке, о метаморфозе. Вот. И я ему говорю, ну я все забыла абсолютно. А он говорит, ну это если от Господа, то он повторил, повторился. И правда, где-то может быть через недели три, может быть месяц, вот теперь не помню, все повторилось. И я вот написал эту книжку. Это для тех, у кого самооценка очень плохая. Это для женщин, так называют первую очередь книги, да? Да, есть и мужчины, тоже читали мужчины, и один мужчина даже сказал, что я чувствовал себя дискриминированным, потому что я написала, что это книжка для женщин. Вот. потому что с каждым человеком Господь имеет план. И если он себя не любит, значит не любит своего близкого и не может тогда принять свое призвание. А где можно приобрести эту книгу на русском языке, если кто-то захочет? У Амазона. В Амазоне, да, эта книга есть? В Амазоне есть. В Амазоне есть, да. Освобождающее прикосновение. Да, освобождающее прикосновение есть у Амазона. Юханес, о твоей книге немножко «Воспламеняющая благодать». Эту книгу я, слава Богу, тоже имею на русском языке, да, чудесная книга. Можешь пару слов о ней тоже рассказать, чтобы, если кому-то интересно, они могли ее приобрести и прочитать? Ну, это вам просто, если вы пойдете на мой YouTube-канал, у меня там интервью с Александром Шевченко, и я сам представляю книгу, я ее раздорно объясню. Книга, здесь она книга о дарах духовных и как подход к благодать. Все, что мы имеем от Господа, это благодать Божия. Покажи ее, пожалуйста, когда у тебя есть. А я поставлю ударение на благодать Божию. Поэтому книгу можете в Амазоне тоже приобрести, она тоже есть на русском и в дигитальной форме, и в печатной форме она доступна. Поэтому можете, у меня, если люди хотят, допустим, отрывки читать на моем блоге, сайт, могут, например, на трех языках, немецкий, английский, русский, они могут там прочесть. Или на YouTube канале, я тоже провожу семинары о дарах духовных, сейчас можете на русском прослушать, и о книге. Там конкретно начало, что такое крещение Духом Святым, что такое рождение свыше, крещение Духом Святым, что такие дары, что такая благодать, все объясняется, теологическая книга, я считаю, что она доступна. Я считаю. Доступна любой поймет. Меня пишут люди, говорят, не обязательно быть теологом, чтобы это понять. Я рекомендую эту книгу, потому что я сам из Бартийской церкви, родом, я знаю, все это прошло, вопросов было очень много. А у меня мой президиум БФП попросил меня написать книгу. Они сказали, Юганас, ты живешь в этом служении, Господь с тобой, Господь сопровождает твое служение дарами, духовными, силами, поэтому, поэтому, пожалуйста, напиши книгу, я написал. Теперь вторую книгу пишу по просьбе тоже, потом третью буду писать по просьбе тоже. А о чем сейчас вторая книга? А вторая книга различные этапы развития личности в жизни, в лидерстве и в нормальной жизни, по трем образам. Первый образ у меня, я люблю работать по образам, первый образ Иосифа развития, второе Иисуса Навина, а в третьей части будет общение с властью или знакомство с властью Тристина Давыда, описывая книга. Она будет духовной, она теологическая и психологическая книга. Знаю, что я сам закончил в этой области университет, не только в теологии и психологии, поэтому очень важно в христианстве и душу человека описать, как работает все в человеке. Поэтому подход у меня вот такой в этой книге. Она будет, как от сухого года, она будет готова. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Это было очень интересно. что я хотел бы сказать. Наверное, хочу спросить больше о планах. Какие у вас есть планы сейчас на будущее? Как вы видите себя сейчас, когда вы вдвоем, что бы хотели сделать такого, чтобы, я не знаю, продолжать тот путь, который вы ведете? Книги новые, служения новые? Ну, мы готовимся к пенсии. Мы готовимся к пенсии. Через два года будем на пенсии. Поэтому мы готовим следующее служение. Мы насаждаем церкви. Ты сам знаешь, в Израиле работаем с вами. Господь говорил мне, что в Турцию надо еще, в Прибалтике. Работы много у нас. Работы много. Мы благодарны. С детей много духовных. Как говорится поговорка в Германии, наше дел и наше желание, чтобы наши плоды расти на чужих деревьях. Получается, вкладывать в жизнь или вклад в жизнь следующего поколения. Да, это очень важно. Я сейчас тоже постоянно думаю о том, что сегодня я могу дать и своим детям, и какой след на самом деле мы можем оставить за собой в этой жизни. Спасибо вам большое на самом деле за это чудесное общение. Что бы мы хотели пожелать людям на самом деле тем, кто сегодня или создает семьи, или имеет семьи какие-то определенные такие пункты для того, чтобы это могли взять сегодня и пойти с этим работать? столь. Самое главное не потерять уважение друг к другу. Это самое главное, чтобы осталось до конца. Как Иоанн уже сказал, у нас, скажем, уже скандал, если кто-то из нас только повысил голос. Поэтому ну вот нужно как-то или себя дисциплинировать, или еще как-то, или воспитывать. и вот этот вот респект, мы говорим на немецком, и вот это уважение никогда нельзя терять друг к другу. Я буду дополнить, это самое главное, дружбу. Я говорю так, что нас держит вместе, пока дети были маленькие, держали дети, а потом, когда организм стареет, мы говорим, что нас вообще держит в жизни? Держат нас долги, или дети, или заботы, или служения, нас держит дружба вместе. Поэтому я говорю, на дружбу работать надо постоянно. Это очень важно для нас, это наше понимание. Я рекомендую людям дружить с друг другом, не враждуйте, дружить с друг другом, сядьте, остановись, спела, раньше была песня, остановись и разберись. Подумай, вникай, Павел говорит, вникай в себя и мучение, не вникай в чужого. Допустим, у меня вызовом было в жизни, Ирина выросла полусирота, ей хватало отца. Я говорю, ты для меня и отец, ты для меня и муж, и друг. Я говорю, нет, я тебе не живу с дочерью, ты моя жена, я не буду тебя. Потому что отца привычка всегда воспитывать. А я не имею права тебя воспитывать. Ты взрослый человек, ты знаешь свою жизнь. Мне пришлось учиться не воспитывать жену и не проповедовать ей постоянно. У меня привычка была, я приду домой, ляжу в кровати, начинаю ей рассказывать в постели. Можно сказать? Разрешаешь? Разрешаешь? Она мне, разрешение спросить надо. Я ей говорю, рассказываю о Царстве Божьем. Она смотрит на меня, говорит, Йоганнес, мне в кровати мужик нужен, не священник. А вот, вот так она со мной разговаривает. Ну, поэтому вы сохраняете такую искру, огонь такой мудрости. Я смотрю. Ну, что ж, на этой радостной ноте, друзья мои, я хочу поблагодарить Йоганнеса и Ирину. Большое вам спасибо. На самом деле, я знаю, насколько мало у вас, что вы хотели сказать еще? Можно добавить? Разговорит. Аллес. На этой радости, да, я знаю, сколько мало времени, вы заняты, и это большое благословение для меня сегодня было. Надеюсь, что для тех, кто нас слушал тоже, это было большое благословение. Я в этом даже уверен. Поэтому спасибо вам большое. Пусть Бог вас благословит. И надеюсь, что мы сможем еще дальше наслаждаться общением с вами и той работой, которую вы делаете. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за уважение. Спасибо, Елизарь, тебе. Спасибо зрителям за уважение. За доверие. За доверие. Будь Бог вас благословит. Мы вместе строим Царство Божие. Самое главное. Поэтому будем, где увидимся, на связи, не увидимся, на небе увидимся. Мы любим людей от всего сердца, и мы верим в хорошую супругскую жизнь. Это возможно. Мы прошли с Ириной огонь и воду. Господь нам помог, потому что у нас была нелегкая жизнь. У нас нелегкая. Господь нам не обещал легкую жизнь, но хорошую. Поэтому через болезни, через страдания прошли, а Господь помог нам состояться. И хорошие друзья помогли нам тоже. Слава Богу. Друзья, кто, если хочет, чтобы кто-то посмотрел это еще видео, оно идет в запись также. Это будет на канале в Ютубе Церкви, Дом Света Израиль канал называется. Также можно будет на моей странице в Фейсбуке это найти. Поэтому можете порекомендовать кому-то, чтобы люди что-то для себя подчеркнули. Я вижу огромное количество спасибо от всех. Спасибо всем, кто был сегодня тоже с нами. Шаббат, шалом. И, конечно же, Пурим Самер. С праздником Пурим всех вас, друзья. Сегодня праздник чудесный. Пусть Бог вас всех благословит и даст вам силы, любви и мудрости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok